Добрый день. Очень рада вас видеть. Расскажите, пожалуйста, о проблеме такой, что в быту иногда говорят, что в Европе газ дешевле, чем в России. Как вы на это смотрите, так ли это? Это расхожее мнение, стереотип. Как правило, они ошибочны, не соответствуют действительности. Если не полениться, в открытом доступе в сети интернет можно найти информацию. Я не поленился, залез непосредственно по апрелю этого года. Есть данные о ценах на газ в России и в основных европейских странах. Если интересно, на цифрах можно. Давайте оценим в рублях. В рублях. Цена на газ в России за куб 5,5 рублей. Белоруссия 7,20. Украина 18 рублей. Молдавия 21,5. Турция 26,4. Кто вам интересен? То есть в России самый дешевый газ? Да. Ну, самая дорогая Ирландия 55,10. Если смотреть в рублях. Кто-то скажет, рубль не показатель. Давайте посмотрим в долларе. Давайте в долларе. Давайте в долларе. Значит, Россия за тысячу кубов 83,6. Белоруссия 100,8. Украина 273,4. Ну, кого? Польша 574,7. Самая дорогая опять Ирландия 834,8. То есть это расхожее действительно мнение. Стереотип цены на газ в России ничуть не выше, чем в Европе. Наоборот. Кстати, во всем мире цены на газ для населения дороже, чем для юридических лиц. В России нет. Наоборот, да? Цены на газ для населения чуть ниже, чем для юридических лиц. Все-таки мы более социально ориентированы, а не коммерчески ориентированы. То есть хватит нам жаловаться, получается? Ну, жаловаться всегда найдется на что. Ну, а кто же устанавливает вот эту вот сумму оплаты, допустим, за газ для обычных людей, для организации? Как все это выглядит? Я понял. Цены на газ в России регулируются государством. То есть это еще одно расхожее мнение, что Газпром, как монополист, может устанавливать ту цену, которую скажет, как захочет. Нет. Все тарифы, связанные с газоснабжением и транспорт, и стоимость газа, и услуги по его поставке, они регулируются государством через уполномоченный орган. И мы работаем по тем тарифам, которые утверждаются. Конкретно для Рязанской области утвердили, мы по ним работаем. Мы их никак сами не устанавливаем и не можем по этому поводу с покупателями договариваться. У вас еще наверняка ответвления какие-то есть, по которым также вам приходит доход, чтобы ваше предприятие работало? Там обслуживание газовое, так? Мы оказываем некоторые услуги по обслуживанию измерительных комплексов. А, собственно, основной вид дохода конкретно нашей организации – это услуги по поставке газа потребителям Рязанской области, населению и юридическим лицам. Сама стоимость газа уходит поставщику газа, который в регион его поставляет, это Газпромежрегионгаз. В полном объеме мы туда эту стоимость отправляем. Ну и как, у нас люди платят за газ или нет? И кто больше всего, может быть, не платит, безобразничает? Должники есть, как и во всех остальных отраслях. К сожалению, по нашему мнению, там даже за некоторые другие виды энергоресурсов оплата проходит лучше, нежели за газ. К примеру, за электричество. Да, должники есть, мы с ними работаем. Это одно из приоритетных направлений деятельности нашей компании – работа с неплатежами. Как я сказал, мы со своей стороны все поставки газа в регион оплачиваем вовремя, в полном объеме. Наши потребители, к сожалению, свои обязательства исполняют не так хорошо, как мы. Приходится с ними работать. Ну и как вы работаете? Ну, мы для себя очень четко разделяем дебиторов на две, скажем так, основные категории. Это могут быть должники, которые в силу объективных временных трудностей попали в тяжелую ситуацию и просто не в состоянии полностью или своевременно оплатить. С ними методы работы одни. Есть же другая категория дебиторов, которые принципиально не платят до тех пор, пока это можно делать. И с ними методы другие. Ну, естественно, мы действуем только в рамках тех мер, которые предусмотрены законом. А законом что у нас предусмотрено? Возможность ограничения поставок газа, взыскание задолженности в судебном порядке, начисление процентов за долг. Вот, пожалуй, и все. Ну, до уголовного наказания не доходит или до газовой камеры? Уголовное наказание за долги не может быть. Может быть, только если идет воровство газа. Собственно, за задолженность нет. Такого нет у нас в Рязани. Не воруют газ? Газ, к сожалению, воруют везде. Так, ну, а вот скажите, если все-таки понятно, что организация желает выплатить свои долги, вот вы с ней как-то договариваетесь, опишите этапы, как это происходит? Ну, если мы действительно видим историю взаимоотношений с потребителем, что это нормальный покупатель, который попал в временную тяжелую ситуацию, лучший способ – это, конечно, диалог. То есть мы встречаемся, беседуем, пытаемся понять, что за трудности у покупателя, когда они закончатся, когда он сможет оплатить, насколько мы можем здесь подождать. И, как правило, всегда находим точки соприкосновения, обоюдно приемлемые. По ним потом мы работаем. Вы даже те, кого вы отключили, можно взять в пример, например, сосновый бор, да? Ну, сосновый бор, да, должник. Мы его отключили, более трех миллионов задолженность. Ну, в качестве примера я вам что могу сказать? Отключили мы его весной 2017 года. Похожая ситуация была и в прошлом году. Дело в том, что, зная специфику работы предприятия, оно сезонное. Максимальное потребление газа идет в зимний период, а доходы, наоборот, в летний. Происходит разрыв. Мы это знаем. И мы ждем, как бы понимая, что вот сейчас долги будут расти, но позже они будут погашены. Так происходило в 2016 году. То есть мы ввели диалог, понимали, когда рост задолженности прекратится и пойдет в обратную сторону, снижение пойдет. В 2016 году это было, в 2017 году, когда мы этого не увидели, встретились раз, встретились два, переговорили. Видим, ситуация не исправляется, но будем вынуждены ограничивать. Ну, а также с другими юридическими лицами, например, не берем уже сосновый бор. Если у них задолженность, они могут также, и отключены они оказались, могут также выйти с вами на диалог. И, допустим, вы подпишите там какое-нибудь соглашение на тему того, что это со временем будет выплачено. Правильно? Не совсем так. Диалог лучше ввести до отключения. Когда поставка газа уже прекращена, ну да, диалог можно ввести, но мы должны возобновить подачу газа после того, когда будет погашен и основной долг, и наши затраты на отключение и включение, и, может быть, если в этот период мы успели отсудиться и понести судебные издержки, значит, они тоже должны быть компенсированы. То есть до отключения лучше потребителям не доводить. Они сами себе же делают хуже. Лучше вести диалог до этого. А если брать физических лиц, да, обычных рязанцев, которые живут, у них такие же задолженности, веками накапливаются. Вот я знаю, что существует договор реструктуризации. Как эта вся система работает с обычными гражданами при задолженностях? Ну да, если гражданин не может сразу всю сумму оплатить и обращается к нам, мы можем, переговорив с ним, оформить договор реструктуризации. То есть, по сути, это договоренность о том, что его долг будет погашен во времени оттянута. От трех до шести месяцев подписывается, в каком графике это все будет происходить. И это уже становится для нас законом. То есть, мы ждем платежи по этому графику, который с ним согласовали. Назовем это договор реструктуризации. Вот, к примеру, в 2016 году, по-моему, 532 подобных договора было с гражданами подписано на общую сумму задолженность около 10 миллионов. С юридическими лицами аналогичные договоры также есть. Вот, по 2016 году 48 договоров мы подобных подписали на сумму 61 миллион. То есть, это все реально работает. Если покупатель не в состоянии сразу оплатить, мы идем навстречу, этим можно пользоваться. Мы всегда в диалоге. Ну, вот, если обычный рязанец, допустим, понял, что ему нужно заключить этот договор, большой промежуток времени у него это займет. Вот, насколько быстро вся эта система налажена? Насколько быстро он сможет вот уйти уже со спокойным сердцем, что ему теперь надо по частям платить? Чем быстрее он обратится в ближайший участок по месту своего проживания, тем все это быстрее будет. Процедура нет, недолго. Я думаю, пару рабочих дней это займет всего. Ну, это не так уж и плохо, это даже удобно. Так, а вот скажите, как в Рязанской области в целом реализуется программа газификации регионов Российской Федерации? Ну, я здесь бы начал с чего. Газпром – это не только коммерческая структура. Компания несет большую социальную нагрузку. В том числе это выражается в участии в программе по газификации регионов Российской Федерации. Программа выполняется совместно с администрациями субъектов. Здесь ответственность делится как? Дело Газпрома – довести газ до населенного пункта, то есть построить межпоселковый газопровод. Ответственность администрации – построить внутрипоселковые уличные газопроводы, довести газ, скажем так, до домовладений. Дальше уже сам абонент несет ответственность по газификации своего дома. Эта программа в целом по стране работает с 2002 года. В Рязанской области программа реализуется с 2005. За это время построено за средства Газпрома 60 межпоселковых газопроводов общей протяженностью порядка 840 километров. При этом газифицировано более 100 населенных пунктов, начиная от крупных, кончая мелкими деревнями. Газифицировано 11 тысяч с половиной домовладений, более 120 объектов социального характера. Это сельские школы, детские сады, больницы, медицинские пункты, сельские дома культуры, даже музеи есть у нас в селах. Ну вот у нас в Рязани бум такой газификации был как раз начиная с тех лет, правильно? Вот в селах и так далее. Сейчас как там? Поспокойнее стало? Динамика, смотрите, какая. До реализации этой программы процент газификации области был 61,7. На текущий момент он вырос до 95. Процесс идет. В 2016 году 10 объектов были сданы общей протяженностью 90 километров. На 2017 год у нас 7 объектов в плане. Газ должен прийти к населенным пунктам Рязанский, Рыбновский, Клепяковский, Спасский, Шиловские районы. На это, на 2017 год текущие 40 миллионов рублей запланировано. То есть процесс идет, хотя процент газификации 95 достаточно высокий. Для сравнения, средний процент газификации по России 67,2. Это, наверное, где-нибудь на севере вообще нет. Ну, страна у нас большая. Где-то он только приходит. Где-то практически стопроцентная газификация. Здесь, кстати, очень важно еще такой момент отметить. Все должно быть целесообразно. Если у нас задача в конечном итоге сделать удобными условия проживания граждан, можно это достичь разными средствами. В какой-то населенный пункт, может быть, и не обязательно проводить трубопроводный газ. Может быть, это автономная газификация. Может быть, это баллонный газ. То есть говорить о том, что должна быть 100% газифицирована вся область, ну, может быть, это несколько натянута. Ну, а почему вот иногда требуется именно так? Именно провести трубопроводный газ? Именно, допустим, нет. Оставить без этого проведения, а вот в баллонах действительно. Ну, вы представьте, населенный пункт, в котором проживают 10 человек, стоимость прокладки газопровода составит несколько миллионов. С точки зрения экономики это не окупится никогда. Достаточно вовремя привозить людям, если это характер населенного пункта, где проживают так называемые дачники. То есть, грубо говоря, зимой там нет никого. В летний период туда приезжает, ну, допустим, там человек 20-30. Газ летом нужен на пищеприготовление. Одного-двух баллонов на сезон вполне достаточно для решения проблемы. Так, газом где брать? У вас? Вы обеспечиваете? Газпром, газораспределение, Рязанская область в том числе реализует сжиженный баллонный газ. Хорошо. Вот меня интересует еще такой глобальный вопрос. Будет ли создана и работает всемирная организация газовиков, как у нефтяников работает ОПЕК? Ну, не совсем по компетенции вопрос, скажем так. Будем считать это моим личным мнением. Давайте. С учетом того, что общая мировая экономика движется все больше на кооперацию, стоит, я думаю, ожидать того, что в том или ином виде, но союз газовиков будет в той форме, в другой форме. Когда это случится, ну, не знаю, но газовый рынок расширяется, интегрируется. Поэтому, я думаю, это очень даже вероятно. Спасибо вам, что вы пришли к нам. Надеемся, кто-то сегодня услышит, поймет для себя что-то новое, обратится к вам со своими проблемами. Если что, я думаю, вы поддержите, поможете. Правильно? Конечно. У нас есть сайт, контакты есть. Обращайтесь, звоните, приходите. Двери открыты. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова